Эту встречу в Доме Российского Исторического Общества приурочили к вековому юбилею СВР. Тема столетия разведки в этом году одна из приоритетных в работе Российского Исторического Общества. В рамках юбилея были реализованы десятки самых разных проектов. От издания книг и презентации документальных сборников до выхода почтовых марок, встреч с ветеранами разведки и новых выставок, последняя из которых посвящена легендарному разведчику-нелегалу Уильяму Фишеру. И вот теперь вручение премии СВР в области литературы и искусства. Страницы истории службы внешней разведки часто являются вдохновением для талантливых кинемпгодофистов, художников, писателей. И по мере того, как снимается гриф секретности с архивных материалов, к работе приступают журналисты, писатели, историки нашей службы. Премия СВР с недавних пор носит имя академика Евгения Примакова. Впрочем, вручается она уже 20 лет подряд, но в этом году она особенная, ведь ее юбилей совпал с юбилеем всей службы внешней разведки. Служба внешней разведки России ведет отчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан иностранный отдел ВЧК. За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для защиты национальных интересов. Буквально в этом году широкая общественность узнала о деятельности семи ранее неизвестных разведчиков-нелегалов. В ходе пресс-конференции директор службы внешней разведки назвал их имена, отметив, что все эти люди внесли выдающийся вклад в обеспечение безопасности России. Многих из рассекреченных сотрудников историк разведки Николай Долгополов годами знал лично и после снятия грифа секретности, наконец, смог поделиться уникальными материалами с читателями в своей новой книге. Вот это вот счастье, выложить то, что ты знаешь о прекрасном человеке, то, что знаешь ты один пока, а теперь это, дай бог, будет знать о читателе. Я рассказал о, понимаете, о Юрии Анатольевича Шевченко. Мы с ним знакомы с 2010 года, но я так писал о нем, ну называл его там полковник. Мы говорили с ним, когда брали интервью, так сказать, я говорил с ним на разных языках, и на каждом из этих языков он говорил лучше, чем я. Я его спрашиваю, ну вот скажите, вот мы сейчас говорим по-французски, ну вот я жил в Париже, но вы же, так сказать, то, что вы говорите, может говорить коренной парижанин, только. И только человек, который там жил, может его вас понять. Он говорит, ну вы простойте, как и я полтора года на Сент-Миша, бульвар Сан-Мишель, и тогда вы поймете, что все может. Премию Николаю Долгополову вручили за новую книгу из известной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Для автора премия стал уже третий по счету. Кроме того, среди лауреатов гендиректор и главный редактор издательства «Веч» Леонид Палько и Сергей Дмитриев за издание целой серии книг по истории отечественной разведки, а также писатель Александр Бондаренко, награжденный за книгу о разведчике Алексея Батяне. Первая книга «Подлинная история майора Вихря» она была подарком Алексею Николаевичу и в прямом, в переносном смысле слова, потому что вы, Сергей Евгеньевич, даже на его вековой юбилей ему эту книгу вручали в специальном издании. Вторая книга в этом году, к сожалению, стала уже памятником серии «Жизнь замечательных людей». Ну, в общем-то, я счастлив, что памятник получился, получился достойный и чему свидетельство вот эта вот премия. В этом году премии посмертно был удостоен знаменитый историк СВР, полковник в отставке Владимир Антонов, ушедший из жизни в мае нынешнего года. Память о легендарном историке разведки, собравшейся в доме Рио, почтили минуты молчания. Долгие годы свою работу как журналиста, как писателя, свою работу, посвященную истории службы внешней разведки, проделывал Владимир Сергеевич Антонов. Он опытный сотрудник разведки, опытный журналист и писатель, настоящий профессионал не только в разведывательном искусстве, но и в писательском труде, автор целого ряда книг по истории нашей службы. И я счастлив быть его младшим боевым товарищем. Пожалуй, самым необычным за всю историю премии стало награждение Семена Захарова, снявшего ролик об СВР вместе со своим отцом. В нем мальчик с увлечением читает сборник по истории разведки, узнает о подвигах легендарных сотрудников и мечтает посвятить свою жизнь служению Отечеству. Спасибо, что дали мне возможность сняться в фильме и я бы с вами еще хоть десяток фильмов сделал. Кроме того, в стенах дома Российского исторического общества были оглашены имена победителей одной из номинаций Всероссийского конкурса сочинений. Конкурс, проводимый Министерством просвещения в год столетия службы внешней разведки, специально дополнили новой темой «История разведки. История страны». География участников без преувеличения. Вся страна. Ну а в тройку победителей вошли школьники из Дербента, Вологды и Симферополя. Когда я узнала, что в этом году одна из номинаций Всероссийского конкурса сочинений, посвящена столетию отечественной внешней разведки, я решила обязательно принять в нем участие. Для меня это прежде всего возможность отдать дань памяти и уважения моему дедушке Кузнецову Владимиру Петровичу, который посвятил свою жизнь разведке. Его любимая поговорка была «С ним я пошел бы в разведку». Она стала для меня точкой отчета в сочинении. К столетию СВР также была приурочена презентация нового документального фильма, посвященного легендарной советской разведчице-нелегалу Африке Делосерос. Той самый бронзовый барельеф, который размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в сентябре в штаб-квартире СВР. Без права на славу, во славу державы. Девиз, которому в разведке неизменно остаются преданными во все времена. Служба информации Фонда Истории Отечества.